Добрый день, меня зовут Илья, я из команды HelpXL. И сегодня я вам расскажу про наш шаблон для выгрузки данных из банковских выписок. После того, как вы получили ссылку на папку с шаблоном, вам нужно зайти в таблицу выписки банков. Здесь нужно нажать на кнопку File и создать копию. После этого лучше создать отдельную папку на вашем Google диске. То есть можно перейти во вкладку мой диск и здесь нажать на кнопку плюс. И после этого, например, создать с названием выписки с банков и нажать выбрать. Теперь у вас есть ваша отдельная таблица, с которой уже можно начинать работу. При помощи этой кнопки можно перейти в корневую папку, в которой вы как раз таки создали все эти файлы. И здесь теперь нужно создать папку выписки или с любым другим названием. В эту папку вы будете грузить как раз таки экселевские файлы с выписками. И в этой папке создать еще две папки с названием архив и с названием корзина. Теперь нужно перейти обратно в таблицу выписки банков, которую мы только что скопировали. И в листе справочник нужно добавить ссылки на те папки, которые вы только что создали. То есть, например, на папку с выписками нужно вставить вот сюда ссылку с папкой архив. Нужно вставить вот сюда ссылку и с папки корзина, соответственно, в последнее окошко. После этого нужно перейти, соответственно, в папку выписки и загрузить туда выписку, из которой вы хотите получить данные. Вот, например, на примере банка . Наш скрипт обрабатывает выписки только в формате xls.x именно. Вот, например, выписка из банка . она в формате xls. Это устаревший формат. И для того, чтобы выгрузить данные из этой выписки, нужно перейти в саму выписку, нажать на кнопку файл и нажать на кнопку сохранить как таблицу Google. После этого исходную таблицу в целом можно удалить. Вот, теперь у вас выписка в формате Google Документы. Теперь обратно переходим в таблицу выписки, на главный лист выписки из банка. И теперь здесь нужно нажать на кнопку обновить. При первом запуске вам потребуется пройти авторизацию. Для этого нужно нажать на кнопку продолжить. Далее выбрать свой аккаунт Google. Здесь нажать на кнопку дополнительные настройки, спуститься вниз и на кнопку перейти на страницу. И здесь на кнопку разрешить. После этого вы сможете использовать наш скрипт. Теперь, собственно, нужно просто нажать на кнопку обновить. И после этого все транзакции с выписки переносятся в таблицу. Но, как вы видите, например, здесь статья DDS не заполнена. Для того, чтобы статьи DDS заполнялись автоматически при подгрузке новых транзакций, можно, например, при помощи комментариев выбрать какую-то часть комментария. Допустим, здесь выбрать слово терминал самокат, например. Теперь переходим в справочник. И для того, чтобы автоматически подгружать статью DDS под ваш комментарий, нужно ввести часть комментария сюда, ввести статью DDS, например, продукты, условно, расходная операция. И теперь, если мы перейдем в таблицу выписки с банка и нажмем на кнопку обновить, то даже по старым транзакциям подтягивается сюда статья DDS продукты. И, соответственно, если вы будете загружать новые транзакции, то если скрипт найдет в комментарии слово терминал самокат, то он подставит статью DDS соответствующие продукты. Также можно заменить комментарий или дополнить при помощи INN, то есть вставить сюда INN или вставить, например, сюда название контрагента. То есть можно использовать либо часть комментария, либо название контрагента, либо же INN. И, соответственно, также если мы нажимаем обновить, то по этим INN и по этим контрагентам подтягиваются статья DDS. Также все те же самые статьи расходов, если, например, они производились не через вашу карту, а, например, при помощи наличных, то можно их также ввести все вручную. То есть добавить какие-то расходы, ввести сумму, таким же образом добавить контрагент какого-либо, если нужный INN, ну и все в целом. На основе данных с листа выписки и на основе листа ручной ввод уже формируется отчет DDS. Каким образом? Здесь сюда подтягиваются операции, которые считаются поступлением, сюда подтягиваются операции, которые считаются расходом. Здесь можно как раз-таки раскидать все эти статьи на поступление и на расходы при помощи вот этого выпадающего списка. Далее, здесь можно увидеть, в какой месяц, по какой статье DDS, были какие траты просто на всего. Если мы выберем другой год, то отчет перестроится, ну так как у нас все транзакции за 21 год, тут пусто. Переходим в 21 и те же самые транзакции снова появляются. И здесь есть еще отчет, который называется сотрудники контрагенты. Каким он образом работает? Вначале на лист справочник подтягиваются все сотрудники и контрагенты из двух листов выписки из банка и ручной ввод. И потом на основе этого листа формируется вот этот список. И можно будет видеть, какому контрагенту, какое количество денег вы перевели. Например, вот этому ООО за апрель было переведено 15 тысяч рублей. Таким же образом можно добавить любое количество контрагентов и отслеживать сумму выплат по ним. В правой части можно увидеть итоговую сумму за год, так же, как и в отчете DDS тоже. И можно увидеть сумму за весь месяц, например, за январь. Это можно увидеть внизу. На этом все. До свидания.